Привет друзья и сегодняшнее видео обзор палатки шатра от компании Paul Bird 4s я давно хотел для себя приобрести летнюю палатку что была маленькая вот видите вот ее полная сумка здесь 12 килограмм весит и трансферировочная длина полтора метра я сейчас нахожусь на берегу реки где я ее погрузил свободно в лодку и перевез то есть транспортировки очень удобный предмет немного занимает место вот но самое главное для меня было критерий чтобы мне не собирать дуги подолгу то есть палатки есть летние карповые все равно на них тратишь 30-40 минут пока все это установишь в этой палатке она поставится за минуту но потом все равно открывается окна полы пристегиваются ну где-то 5 ну максимум 10 минут и у вас больше времени на рыбалку и быстрее вы занимает своим любимым делом поэтому я попользовался этой палаткой и сейчас хочу вам представить ее на обзор идет она вот в такой сумке сумка идет на утяжках то есть для меня тоже было неожиданно что здесь нету замка но самое главное не в этом а то что ее удобно можно будет сложить и и на утяжках стянуть и перевести необычно ну эффективно так что сейчас я по-быстрому вам покажу как ее ставить ставится она также как и все зимние палатки я уже пользовался на несколько рыбалок и в дождь уже протестил могу вам рассказать про нее более конкретно как она себя ведет ставится она как все зимние палатки поэтому она быстро и эффективно может ставится за буквально минуту-две все все ребят палатка на самом деле уже установлена но останется не две боковых дуги поставить для того чтобы входная группа хорошо держалась вверх вот но это окна чуть попозже про них берем две дуги из нержавейки сделки стыковочные элементы очень прочные заходим и у нас здесь есть прям все сделано для того чтобы сделать вот так раз можно бантик я их не завязываю бантики и здесь все установив эту группу считайте все палатка установлена осталось не только пристегнуть пол который идет также к этой палатке и есть еще дождевик сверху это сейчас я все покажу вот но так как я установил на солнце ее лучше меж деревьев ставить чтобы она не сильно нагревалась да я сразу открою ветровые окна вот вы видите да у них хорошие панорамные ветровые окна и с прочной вот сетка очень прочная и такое же окно с той стороны ребят двери внизу крепится вот так на замках да вот и для того чтобы улучшить проветривание делается такие движения и палатка превращается как говорится шатер получается с одной стороны и палатка и шатер уже можно эксплуатировать но для тех кто любит но да то в комплекте есть но одно выполнено здесь вот если вы видите на двойная юбка и получается палатка на липучках пол прикрепляется к ней с каждой стороны сбоку есть по три липучки пол жестко фиксируется на них ребят ну с установкой пола вы сами понимаете к вам не лезет на какая жирность хотя есть щели небольшие но это не принципиально и вы входите в сухой на сухой поверхности если вдруг мокрый да и другой стороны я уже попользовался очень быстро протер пол водонепроницаемый хорошо качественно сделаны тряпочкой раз раз все чисто вот и сам цвет палатки светлый я думал всегда имел у меня всегда были карповые палатки они коричневые даже днем поставишь все равно нужно окна открывать либо там освещение какое-то делать а здесь вот она всегда светлой внутри всегда светло даже если чуть-чуть солнце нет зорька пошла до утренние в ней светло сразу и не нужно с фонарями бегать и что такое свет придумать внутри палатки она очень светлая это вот большое преимущество и по габаритам 230 на 230 высота метр девяносто пойдемте внутрь смотрите ребят я стою во мне метр семьдесят восемь здесь метр девяносто высота но для меня вот вполне хватает пространство чтобы в ней ходить полноценно вот видите вот по бокам не не мешает перемещение вот здесь у меня стоит обычная раскладушка у меня длиной 2 метра будет видео прикрепленная где ловлю сезона и там раскладушка я все показываю как внутри стоят предметы так что минимум для одного человека это прямо хорошая палатка то здесь и вещи и раскладушка становится все остальное для двух тоже есть место то есть можно вот так раз кровать поставить и вот здесь и в середине будет проход но как бы ну чуть тесновато но не в обиде а для одного прям идеально смотрите транспортировочная все я назвал там 12 килограмм транспортировочная сумка это связано с тем что здесь все стеклокомпозиты сделаны да все дуги и она немного весит ну а остальные запчасти вот нержавеющая сталь да еще что то такое то есть легкая в переноске реально легкая вот когда жарко открываете панорамные два окна вот раз окно два окна и вот так получается выход у вас тоже проветрится вот вот это тоже окна они тоже открывается тоже с маски сетки это когда идет дождь вот здесь и вот здесь это чтобы палатка внутри не запотевала я так понимаю вентиляционные окна когда дождь идет открыли все но это не вся комплектация комплектация еще ходит вот такие стропы для того чтобы крепить я не буду потому что я сейчас нет большого ветра крепить чтобы не снесло то есть она очень ветроустойчивая то есть для этого все предусмотрено и здесь есть всегда в кармашке те же самые утяжки но еще есть коле смотрите вот это коле из нержавейки здесь сколько 4 я ни разу не пользовался потому что не рыбачил большой вечер в общем 9 колышек получается 4 по краям можно ставить и еще остается на утяжке на ветроустойчивость и они из нержавеющей стали и очень довольно таки крепкие это вот надо постараться чтобы сломать также идет инструкция вот видите снегир полуберт серии ты это как устанавливать я думаю здесь вообще не нужна она потому что все очень просто устанавливается так но здесь еще и получается это как карманы то есть этого подвешиваете в палатке и можете сотовые складки все остальное я это не использовал как вы видите не нужно было ребят еще в комплекте идет вот такая накидка дождевик она нужная вещь но могу сказать я вчера ночевал в ней буквально и шел такой мелкий дождь она не промокает то есть ткани очень надежно очень хорошая но именно когда очень сильный дождь вот нужно вот этот дождевик ставится он очень очень просто сейчас я вам продемонстрирую такая такой же дождевик у меня есть на другой зимний палат здесь вот здесь карабинчики карабинчики просто крепится сюда и держит давайте сейчас закрою спереди нет утяжки потому что здесь не за что цепляться ткань такая как вот пол сделал да я думаю что она отлично выдержит любой поток дождя ну что ребят это был обзор палатки от компании polar bird 4s для одного на природе вот такой вариант если у вас есть супруга или друг вы тоже можете взять в тесноте да не в обиде все равно поместить в эту палатку все всем спасибо всем не хвастаньши до новых встреч все всем не хвастаньши до новых встреч все всем не хвастаньши до новых встреч все всем не хвастаньши до новых встреч